Максим Андреевич Ингаркин. Большое спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, вопрос привлечения к внесению военной службы по контракту граждан Российской Федерации и иностранных граждан является важнейшим вопросом в способе комплектования и организации вооружённых сил не только при уровне постоянной боевой готовности, но и в угрожаемый период, и не дай бог, в период реальной войны. Поэтому не только призывная подготовка, но и в первую очередь отработка профессионалами своих способностей, своих навыков на местах применения огня, средств вооружённой борьбы и специальных средств защиты и нападения является очень важной функцией, которая опирается не просто на способности призывника или, условно говоря, кандидата в контрактники, но и определяется высоким уровнем базового образования. Вот такого базового образования, к сожалению, сегодня среди потенциальных соискателей мест для службы вооружённых сил у нас не хватает. Поэтому мы должны и можем опираться не только на граждан Российской Федерации, но и на тех граждан, в первую очередь, бывших республик Советского Союза, стран СНГ, которые также хотят служить в вооружённых силах, преследуют целью и возвращения на родину зачастую, получения российского гражданства и зачастую буквально заработка средств. И в этом смысле нам очень важно вести боевую подготовку, в том числе на этапе подбора кадров среди потенциальных кандидатов на службу вооружённых силах, знающих языки стран СНГ, знающих языки стран-соседей Российской Федерации в мире, для того, чтобы комплектовать вооружённые подразделения Российской Федерации из числа граждан, ориентированных на возможное противодействие конкретным угрозам. Вот в Советском Союзе, в армии которой я прослужил достаточно долгие годы, была практика, в том числе и формирование коллективов, состоящих из военнослужащих, призванных из национальных республик, в составе уже больших воинских коллективов. И, допустим, украинский язык очень был распространён среди военнослужащих. Я считаю, что в области боевой подготовки современных вооружённых сил мы должны ставить во внимание необходимость овладевания украинским языком значительное число граждан, которые будут призваны для службы по контракту Российской Федерации. Большое спасибо. Спасибо, Резван.